Всем добрый день, друзья! На связи Денис Телегин. Сегодня у меня будет видео о ремонте санузла. Мы делаем этот санузел по нашему индивидуальному проекту. Сегодня расскажу о том, из чего и как лучше сделать канализацию. Канализация делается трубами ПВХ. И первое, что нам нужно знать, это то, что все трубы и отводы должны быть одного производителя. Если производители разные, у нас может произойти следующее. К примеру, мы соединяем между собой два отвода разных производителей. Один отвод толще другого. Тогда у нас вот эта внутренняя резинка уплотнительная все время будет отгибаться внутрь, и вода у нас будет подтекать. Если один отвод тоньше другого, то соединение будет ненадежно, и вода у нас опять-таки будет подтекать. Второе, что нам нужно знать, это то, что при прокладке трассы из труб канализации нам нужно максимально избегать вот таких отводов под 90 градусов. Это касается отводов на 50 и на 100. Естественно, что работать с таким отводом легко, но есть риск того, что здесь у нас может образоваться засод. Если, к примеру, нам нужно обойти угол на стене в 90 градусов, то лучше использовать не такой отвод под 90, а два отвода под 45 градусов. Тогда вода у нас будет сходить плавно. То же самое касается и тройников. То есть лучше использовать не прямой тройник, а вот такой косой. Мы вставляем сверху также отвод под 45 градусов, и вода у нас плавно сходит. Таким образом, у нас риск того, что появится засод очень минимальный. А использовать отводы под 90 можно только в вертикальных трубах, когда труба у нас будет таким образом выходить из стены, а сюда будет вставляться сифон. Третий важный момент – это силиконовая смазка для труб ПВХ. К примеру, мы соединяем между собой два отвода одного и того же производителя. Соединение достаточно тугое, а нам необходимо, к примеру, в процессе периодически вращать этот отвод, чтобы выставить нужный угол. Если на 50-х трубах это еще более-менее можно сделать, то на 100-х трубах это очень-очень сложно. Для этого есть специальная силиконовая смазка. Эта силиконовая смазка позволяет нам вращать трубы и выставлять необходимый угол. Ну а при желании эти трубы можно разъединить. Четвертый пункт – это шумоизоляция канализационных труб. Если те трубы, которые мы прячем в штробе в стене, шумоизолировать мы не будем, то те трубы, которые идут открытым монтажом, шумоизолировать обязательно. И в первую очередь это касается основного стояка. Причем шумоизоляцию лучше использовать не дешевую серую из спиненного полиэтилена, а более дорогую черную из спиненного пенополиуретана. Такая шумоизоляция работает очень-очень хорошо. О ней я сниму отдельное видео, когда мы будем шумоизолировать основной стояк. Итак, друзья, это было небольшое видео о трубах ПВХ. Это чисто теоретическое видео, ну а впереди я сниму уже более подробные ролики о том, как мы будем эти трубы монтировать в штробы, о том, как мы будем шумоизолировать основной стояк, но это все будет в других роликах. А на этом все. Смотрите мои другие видео и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok